Медицинский персонал, который работает в школах и детских садах, с нового года перейдет в подчинение Министерства здравоохранения Нижкородской области. В настоящее время эти специалисты финансируются из муниципальных бюджетов. Ждать революции от такого перехода не стоит, говорят чиновники Минздрава. От таких перемен лучше должно стать всем. В данной ситуации, что сейчас происходит, это не революция. Это правильно вы сказали на сегодняшний момент, это исполнение федерального законодательства. При этом я хочу сказать, другие регионы уже давно на это перешли. В данной ситуации на сегодняшний момент все остается по-прежнему. Медицинская помощь как оказывалась, так и будет оказываться. В настоящее время ставок для средних медицинских специалистов в областном министерстве больше, чем требуется. По замыслу разработчиков законопроекта, от этого возрастет качество медицинских услуг, которые получат дети. На сегодняшний день территориальные все медицинские сестры, которые принимаются в систему здравоохранения, это абсолютно верное решение, потому что до настоящего времени, будучи в системе образования, они не подчинялись ведомству здравоохранения. Соответственно, была наименьшая степень контроля за медицинской деятельностью в образовательных учреждениях. Впрочем, свою квалификацию перед переходом медицинский работник должен будет подтвердить. Тот, кто не сможет этого сделать, будет искать себе новую работу. Если переходящий работник не будет соответствовать действующим нормативным актам по образованию, например, у него будет недействующий сертификат на 1 января 2015 года, то он фактически трудоустроен быть не может. По словам чиновников, от перехода выиграют и сами врачи. По планам, к следующему году их заработная плата вырастет в два раза. Переход не затронет диет сестер, а также медиков, которые не отвечают за оказание первой медицинской помощи, например, массажистов. Учреждениям образования придется самостоятельно изыскивать средства на их содержание.